Уже сейчас очевидно, что проблемы нового городка нельзя решить мгновенно. Жилищно-коммунальные службы на протяжении многих лет обходили поселок вниманием. Результаты налицо. Трубы, грязь и бездорожье. Вот реалии, с которыми годами мерили жители нового городка. Сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки. Здесь уже начали прокладывать придомовые дороги. А вот так вскоре будут выглядеть тротуары нового городка. Дороги, пожалуй, самая большая проблема, в которой можно провалиться по колено. Причем буквально. Елена живет здесь с 87-го года. Ослужила в армии около 22-х лет. Женщина видела поселок в его лучшие времена. То, что происходило здесь в последние годы, называет кошмаром. Дороги не ремонтировались, здания, министерства обороны не ремонтировались. Как пришло к власти славянка, ЖКХ, было все испорчено. В правоте местных жителей смог убедиться и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Во время его февральского визита дорожные ямы достигали нескольких метров в диаметре. Ими районные власти и занялись в первую очередь. Наконец-то этим городком, городком, плотную занялся сам глава. Пытались мы писать в разные инстанции, в министерство обороны. Но все отношения к нам, ну, если не говорить очень-очень плохо, то плохо. Мы, наконец, понимаем, мы видим реально, что у нас действительно прошел ямочный ремонт, который мы теперь можем на машинах здесь ездить, потому что по колено буквально были ямы. И мы видим, что около 12-го дома действительно началось строительство. Именно 12-й дом станет первопроходцем. Здесь начались пробные работы, призванные продемонстрировать жителям, как вскоре будет выглядеть их поселок. Пилотный проект благоустройства конкретного дома с прилегающей территорией, с тротуарной плиткой, с тротуарами, с бордюрами, с парковками. То, как это будет выглядеть во всем новом городке. Планы у властей огромные. В новом городке собираются построить современный физкультурно-оздоровительный комплекс, новый стадион, детский сад, разобраться с рынком. Районные власти сразу дали понять, все работы будут проходить максимально открыто и с участием жителей. Только благодаря тому, что наши муниципальные власти увидели нас, обратили на наше плачевное состояние внимания и показали нам свет в конце тоннеля. Обычно власть что-то делает, не спрашивая жителей, а потом возникает проблема. Вот здесь хотелось этих ошибок избежать. И вместе с жителями сформировать и генплан территории, и правильно расставить приоритеты. Символично, что среди первых изменений в поселке снос старых ворот. Теперь, когда они исчезли в некогда закрытый и отчужденный новый городок, наконец-то пришла надежда. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.